С великим праздником Пасхи верующих сегодня поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орша. Главу государства встречали настоятель церкви, архиепископ Литебский Оршанский Дмитрий и десятки верующих. Под пасхальное песнопение президент зажег свечу и помолился у иконы Воскресения Христа. По традиции президент Беларуси и архиепископы Витебский Оршанский Дмитрий вменялись подарками. От настоятеля церкви Александр Лукашенко получил благодатную икону «Тайная вечеря». В ответ в дар храму глава государства передал икону «Спас Вседержитель». Это центральный образ в иконографии Иисуса Христа. Икона изготовлена из дерева и серебра. Автор белорусский мастер из города Барановичи. Посетить Оршанскую церковь при Святой Богородице во время Пасхи для главы государства очень символично, ведь он родом из этих мест. Спасибо за то, что пришли. Я только что сказал, обнаружил вчера, что я давно не был на родной земле, а в храме вообще никогда за время своего президентства. Ну и так вот случайно случилось так, что мне пришлось сегодня приехать, и я с удовольствием приехал к вам. Я вам желаю здоровья. Вот чтобы вы всегда улыбались и были такими светлыми при всех наших трудностях и взгодах, как сегодня. Если у вас будет хорошее настроение, значит у нас все получится. Спасибо вам огромное. Городов вы поддерживаете в чистоте? Или только мы ему приветствуем? Нет. Говорите, берегите город. Мы много вложились в него в свое время, когда проводились зеленашинки. Да и вообще не забываем. Это прекрасное место для жизни. Поэтому живите мирно, не переживайте ни за что, что у вас в последнюю войну слишком пережили. Мир, мир, война, все у вас будет нормально. Вы не переживайте, мы воевать не собираемся. Не собираемся. Ну если кому-то захочется, он будет знать, что мы достойные и можем здесь встретить. Но таких врагов у нас пока к счастью нет. Поэтому не переживайте, живите спокойно. Все у нас наладится и образуется. Я думаю, и у наших братьев и соседей в том числе. Они также празднуют сегодня светлые дни, но не каждый раз. Поэтому благодаря Господу мы сегодня живем в Божьей помощи. С Божьей помощью живем спокойно. И это самое главное. Все остальное у вас. Счастья вам. Спасибо вам. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в конце 17 века. Во время Великой Отечественной войны сильно пострадала, а в середине 50-х была полностью уничтожена. И только в начале нулевых на фундаменте старого храма возвели новый. В прошлом году он открыл свои двери для всех верующих.